Пока божьи коровки не отпускали пшеницу, а комбайнеры во все ее молотили, зерно копилось в ангарах. Скопилось аж на 1 миллиард 680 миллионов рублей. Как говорят сами фермеры, урожай есть, а радости нет. Время дикого рынка проходит. Необходимо и у нас в головах, и в регионах, я имею в виду в Татарстане и в целом по Российской Федерации, здесь необходимо навести, конечно, порядок. Для решения проблем по переработке и реализации сырья на республиканском уровне было принято решение о строительстве агромпарков. В скором времени они появятся в 17 районах республики, 1-й в Заинске. Как раз на его прилавках планируют увидеть плоды своей работы Ильшат Хабибуллин, он член кооператива «Фермер». Мелкие сельхозпроизводители объединяются, работают с одним постоянным посредником, который перерабатывает и реализует товары в агромпарках. Члены кооператива крестьянско-фермерского, они, во-первых, имеют возможность сбывать свою продукцию по гораздо более высокой цене, чем посторонние поставщики агропарка. К сокращению пропасти между фермерами и покупателями сегодня призвал и профильный министр. Икра с крупными сетевиками менее подконтрольна. За примером далеко ходить не нужно. Предложение превысило спрос и закупочные цены на молоко резко упали. Итог, отрасль нуждается в субсидиях. Районам, сельским поселениям для лично подсобных хозяйств отправим эти 360 миллионов рублей для компенсации, скажем, потери населения от реализации молока лично подсобных хозяйств. Также с понедельника до 8 марта мы обязательно направим юридическим лицам уже из расчета 3 рубля на литр молока. Это тоже в порядке компенсации. Поддержку получат и так называемые микрокооперативы. Это когда жители деревни решают сеять свои огороды на сбыт. Слава Тумхумадуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.